привет всем сейчас я буду готовить котлеты тирайте в тельки вот для этого я взяла 3 5 кусочков и горбушку батона мы сейчас зальем это молоко говорят что не имеет значения до чем заливать молоком или водой привыкла я молоком это делать как-то наверное как учили так и делаю вот залили очень аккуратно и будем сейчас крутить 1 луковицы средненькая небольшая и маленькая вот берем покупатель стала для таких вещей стали продавать бедро куриная уже очищенная без ничего вот сейчас я его буду перекручивать что где-то 400 грамм 500 наверное грамм ведра мякоть косточка кстати попалась вот она увидите хлеб яйцо начнем итак перекрутили все хлеб курицу и яйцо одно убили солим перчим по вкусу и все это перемешиваем перемешиваем хорошо даем постоять минут вилочкой вы знали что фарш лучше перемешивать вилкой вот а потом руками еще подзабивать его перемешали хорошо и оставили минут на 15 итак фарш нас постоял 15 минут вот теперь делаем зажарку морковку я лук не добавляю у меня лук не любят кусочками поэтому лук есть в самом фарш и я думаю этого будет достаточно обжариваем морковку до золотистой корочки а тем временем кипит картошка и так накрутили мы вот так в стеклянную посудину таких шариков не влезла чуть-чуть но решила еще два сделать вот думаю этого достаточно это мы оставим завтра я просто пожарю котлеты обычные это вот такие тефтельки это будут котлетки может быть даже сейчас и пожарим вот что мы делаем дальше значит морковка наша почти поджарилась почти еще чуть-чуть наверно надо я добавила кусочек сливочного масла люблю когда в зажарке есть сливочное масло вот еще чуть-чуть пару минуточек подсохнет вот и покажу что мы будем делать дальше итак зажарка готова добавляем сюда обязательно муки помните да что в зажарку мы добавляем все до муку перемешиваем хорошенечко чтобы она пригорела вот и сейчас мы сюда добавляем наши сливки сливочное масло мы добавили значит я взяла два вида сливок чтобы и не совсем жирный и 10 процентов мало так как могут свернуться я на глаз налью как будто 50 на 50 я налью 10 30 это вообще для выпечки для как сказать для кондитерки очень классно они сбиваются очень густые вот ну а 10 вот мы сейчас на счет добавить надо чтобы же наши тефтельки покрылись и даем сейчас надо посолить нам чуть-чуть секретный ингредиент знаете какой в зажарке сливках сказать сейчас он возьму я всегда стараюсь ну опять таки стараюсь но не всегда соль перец и добавлять всегда сахара чуть-чуть сахар можно вообще ей в борщ добавляю и в пасту и не пасту это такая вещь по-своему придает вкус ну и перчик перца на свое усмотрение все теперь это все пускай нас закипит и будем заливать наши тефтельки и так духовка наша разогрелась сейчас мы поставим туда вот такие пока их пустые без ничего поставим 180 градусов разогрели и поставим их минут на 10 потом зальем соусом и так сейчас мы потрем сыр есть кусочек моцареллы вот и сейчас мы откроем вот такой вот сыр у меня есть я сегодня обнаружила в холодильнике мы его уже брали для пиццы то есть его надо немного добавлять с определенным запахом вот такой запах похоже что-то из серии на пармезаном вот какой-то он такой вот кто любит сыры наверное знаете поехали столько сыра нам понадобится грамм наверное 200 не больше это по желанию пармезан мы его сейчас просто натрем чтобы у нас он был натертый все ждем пока наши тефтельки подогреется в духовке и так получилось у нас еще пять котлеток видите спарша вот у меня проблема с котлетами 1 у меня они всегда разного размера не умею делать одинаковыми напишите как делаете вы и даже не первый раз ли дело сколько лет все равно красивые одинаково мне не выходят они очень вкусно очень вкусно и так прошло у нас 15 минут они у нас такие стали почти как на пару так что мы делаем мы берем наш соус который мы делали с морковочкой и заливаем красивенько распределить бы еще желательно ну видите она прям все так не покрыла как мы думали но тем не менее все равно накрыла эти тефтельки так и сейчас мы сюда отправляем сыр который мы терли тоже есть и засыпаем все сыром сейчас его помешали здесь у нас моцарелла и чуть-чуть пармезана пармезан надо было прям конечно раздолбить помельче ну думаю ничего все засыпаем плотненько сырочка и отправляем это дело в духовку еще минутная на посмотрите опять таки все зависит как духовка на 300 я уже 200 поставила не 190 200 градусов поставила и в минутная на 20 точно я отправлю а там уже смотрите будет красиво золотисто можете достать в принципе это курица и много времени не надо все ждем пока идем пюре делать и так будем делать пюре добавили муку сливочного масла сливочного масла я не жалею вот сначала я давлю это все обычная толкушка вот пока у нас молоко разогревается вот и сейчас вот уже зовет меня микроволновка молоко она нагрела идемте за молочком в молоке мне тоже был кусок сливочного масла и по чуть-чуть вливать будем мы молоко так теперь мы размешаем это все опять же такие толкушка видите недавно мама готовила мне на что это за толкушка такая нет чтобы было ссср овская какая-то там вот ну честно говоря есть такая до металлическая с пластиковой ручкой по моему что не ошибаюсь с черной мне я и к этой привыкла мне удобно так и сейчас можете обратить внимание стоит наш красавчик brown со специальной пюре шитной насадкой я бывает толкушка не давлю но для лучшего результата лучше все-таки сделать два в одном вот и начнем это насадка делает ее очень воздушной раньше мы это делали простым миксером но сейчас придумали вот такие вот насадки на блендер почему бы и не пользоваться давайте добавим оставшееся молоко и вы можете это делать сколько у вас сил хватит как поддержать не очень просто его ну чтобы сделать вкусное пюре можно и покрутить все идемте смотреть на тефтели наши мантова ну конечно три минуты все занимает сейчас мы ее закутаем в одеялко чтобы она у нас не остывала пока делается тефтельки так ребятушки отгадайте что я буду делать думаю знаете что я буду делать идемте покажу может пусть тут стоит нет хочешь кушать свежую и вкусную еду значит нужно что спрятать под одеялко вот так ставим и накрываем идем быстренько делать салат и посмотрим как там наши тефтельки ставьте лайк кто помнит эту тему бабушки не только так прятали картошку а еще и пирожочки жареные пришло время доставать минут наверное 40 все таки они постояли наши тефтельки и фрикадельки вот такие они красивые румяные ну что пойдем доставать и конечно же нужно забрать наше пюре с волшебного места и так будем накладывать ужина у нас будет такая вот вкуснейшая так теперь берем вот эту вот красивенную ёжика фрикадельку корочка сверху вообще вытащил тарелку теперь будет у нас две фрикадельки это будут диме есть да корка вообще запах какой стоит вообще бомба не знаю хоть бы получился вкусно ну и конечно ложечку мне я планировала как всегда не ужинать но извините я просто не могу себе отказать когда он такой ароматный вкусный ужин так что пойдемте за стол пробовать вот такой вот у нас сужен салат просто овощной заправлен маслом домашним ароматным и лимонным соком ну и вот пюре с нашей давайте попробуем я разломаю вам покажу какая она смотрите это вам не котлеты извините жареные это вот такая вот печеная кефтелька очень вкусно вот правда не котлета жареная вкус котлеты фарш мы сделали как на котлеты алюшечка рекомендуешь так готовить да очень вкусно правда кто-нибудь приготовьте и напишите нам в отзывах понравилось ли вам я уже сам сейчас слюной подавлюсь и так приятного аппетита нам приятного аппетита вам подписывайтесь к нам ставьте лайки ну и конечно же хорошие комментарии нас порадуют до новых встреч тому подобное потом chen вот едем Продолжение следует...